Цвет называется античная медь. Он был ближе всего к указанному в паспорте. Да и выглядит ярко. Мне понравился. Закупился валиками, кисточками, краскопультом и компрессором. И приступил к пробам. Первый был валик. Чем хорош валик? Площадь покрытия, тем самым и скорость покраски отличная. Но это хорошо для забора, не для авто. Плох валик тем, что в густой краске на втором-третьем слоях начинает оставлять ворс. Линяет, короче. А молотковую лучше наносить относительно густую. Во-первых, чтобы избежать потёка. Во-вторых, чтобы получить тот самый эффект от неё. Поэтому от валика я отказался вообще. Кисточки. Тоже немного ворсинились, пока не подобрал нужные. Секрета никакого нет. Это просто качественные, не дешевые кисти. Кистью вообще огонь. Вообще норм. Вот можно просто кистью покрасить. Вот в чём уступает кисть краскопульту, так это вот в скорости нанесения. Кисточкой выходит дольше. И немного в равномерности нанесения. Вот почему по итогу я всё-таки решил дунуть слой компрессором. В общем, вышло у меня два слоя кисточкой и слой, а в некоторых местах два, краскопультом. Кисточкой я красил не одним махом, а частями, из-за малого для этого наличия времени. Поэтому в неких местах были видны переходы, неравномерности. Вот это всё я выровнял компрессором. Стоит отметить, что молотковой краске нужен свой растворитель. Молотковый. Это вам в принципе скажет и продавец в магазине красок. По поводу пропорций. Для кисточки 100-150 грамм на килограмм. В общем, 10-15 процентов растворителя, от имеющегося количество краски. Для краскопульта 15-20 процентов. Пробовать и смотреть. Оно не оно. По факту. Расход молотковый в среднем где-то 1 килограмм на 5 метров в квадрате. Зависит от производителя. Вот где-то так можно и подвести подсчеты для своей ласточки. У меня ушло где-то 3,5-4 килограмма. Но, если с кисточкой всё более-менее ясно, то расход с краскопультом ещё будет зависеть от типа краскопульта.